В Таразе в рамках проведения республиканского командно-штабного учения ЖЕР-2023 стартовала тактика специального учения по отработке действий аварийно-спасательных служб и формировании и служб гражданской защиты региона в случае возникновения землетрясения. Основной целью сейсмотренировки является подготовка и обучение населения привития общей культуры безопасности. Перед началом сейсмотренировки был организован смотр техники и оборудования. В целях проверки готовности сил и средств отряда реагирования города Тараз во время землетрясения на построении задействовано 35 единиц техники, 99 человек личного состава аварийно-спасательных коммунальных служб медицинских бригад. Жамбылский регион находится в сейсмоопасной зоне. Вероятность возникновения разрушительных землетрясений с тяжелыми социально-экономическими последствиями, по мнению специалистов, весьма высока. В связи с этим в Таразе ежегодно проводятся сейсмотренировки, в ходе которых аварийно-спасательные службы и формирования службы гражданской защиты проводят отработку практических действий по эвакуации населения и оказания помощи пострадавшим. Жамбулская область является сейсмически опасной областью, которая подвержена землетрясениям от 7 до 8 баллов по шкале ректора. Также, согласно плана, сегодня будут проводиться практические учения на двух объектах. Это в зданиях городского акимата, а также определенная загородная зона, где будут отрабатываться практически действия всех служб по спасению, эвакуации, а также оказание первой медицинской и психологической помощи. В рамках проведения республиканских учений состоялась отработка мероприятий по эвакуации условно пострадавшего населения с территории городского акимата. При помощи системы оповещения были эвакуированы сотрудники городского акимата и граждане, оказавшиеся внутри здания. При возможном землетрясении где-то 30% населения может пострадать и 50-60% зданий тоже могут пострадать. На случай возможного землетрясения население будет в обязательном порядке размещаться. Это будут на тот момент здания, которые меньше всего пострадают. И при отсутствии таких зданий будут располагаться палаточные городки. Несмотря на наличие современного оборудования, затруднительно определить с точностью, когда же произойдут подземные толчки и насколько сильными они окажутся. Поэтому горожанам важно знать и четко уметь выполнять правила поведения при землетрясении.